Я не знаю, что это за хуйня у меня получается, но, возможно, это паровоз. Ну что, вот и, собственно, вроде бы после многократных обещаний, постоянных разговоров на стримах, внезапно, спустя три года, я таки действительно занялся локомотивостроением для видеоигр. Правда, немножечко абсолютно вообще не в том месте, в котором даже я сам этого ожидал, но, собственно, что моя техника нынешняя тянет, тем и довольствуюсь сам, и стараюсь довольствовать вас. Так что, добро пожаловать в Майнкрафт! Короче, вот так вот спустя два года выглядит наше офигительное депо, которое мы прямо строили с архитектурным размахом, это все по красоте делали, вон у нас здесь парк, у нас здесь постамент для памятника, памятник тоже уже спиздили с постамента. Слушай, Коля, мне что-то подсказывают, просто вы забыли про этот депо и просто его признали, короче говоря, нерабочим. Так вот, так оно выглядит, оно выглядит как заброшенное, типа рельсы уже сняты, одна насыпь осталась в депо, типа все металлоконструкции, все лампочки здесь, света нету, двери все сняты, вообще все полностью, вот только сама постройка осталась, и летучие мыши, короче, просто заполонили, летают здесь. Собственно, нам с тобой сейчас вдвоем предстоит вот это вот все дело восстанавливать. Точнее так, Криосан 2.0. Да, видишь, у нас тут надо... Это мне это стало на полу. Смотри, нам, короче, что надо, нам надо восстановить как раз-таки депо именно внутри, потому что внутри просто нету нихера, это просто пустая, короче, постройка. Надо как минимум пути внутри депо положить. Металлоконструкции, наверное, я сам где-нибудь уже за кадром попридумаю, вот. И нам бы вот парк восстановить. И вот надо что-то придумать, вот здесь постамент у нас офигенный для памятника, он как раз остался даже, сам постамент остался, короче, в нетронутом состоянии. Вот мне интересно, табличка только отвалится, когда я этот самый тротуар поставлю. Что-то, подожди, где у меня еще всякие брусчатки были? О, мне, короче, нравится. Все, у нас будут, короче, вот такие вот это самое розово-фиолетовые. Хотя нет, вот это как раз то, из-за чего я советуюсь, потому что вот я бы сам сделал, но я понимаю, что это будет такое себе. Это примерно выглядит так, как я, короче, сделал оранжеверсию про Роузинг, понял то, что она триньез как лагает, и начал перешивать ее под этот, как его, как он называется, господи. Под РТМ, используя машины из РТМ, то есть именно выкопчевывая грунт, убирая пути, и вот это все. Нифига себе. Бля, я, короче, придумал. Вот эти штуки, вот эти цвета, вот такие дорожки, надо делать, короче, на той карте, которую я новую с нуля начал с этими. Это офигенно сочетается с рельсами, с золотыми рельсами на фиолетовых шпалах, которые мне понравились-то эти. Так, ну я, короче, вот на эту центральную площадь смотрю, в принципе, меня мой выбор брусчатки устраивает. Тогда будем по нему строить. И теперь, короче, следующий вопрос. Вот там в точке спауна у нас есть красная зона, типа, как площадь. Вот имеет ли смысл здесь сделать тоже что-нибудь, допустим? А тогда давай, это же будет красиво. А вот я думаю, это будет красиво или это будет вырвиглазно. Вот если, допустим, вот здесь мы сделаем вот такой. Аляна, ты тут фонтан, короче, чистивой. Нет, для фонтана места маловато. Смысл в том, что именно площадь. Вообще, кстати, блядь, Джексон помнит, что у нас... Тебя опять вкинуло, короче. Джексон помнит, что у нас, кстати, был же фонтан. Ага, веселый. А, я так понимаю, ты тоже в курсе, да? А, я бы все запомнил, как я вас в здании напоил, блядь, и вы, блядь, вплылись в плам и катались на электровозе по карте. Ну, так это, видишь, это один момент был, а другой момент, это как раз про фонтанчик. Ай, блядь. Не то это самое. Знаешь, я когда только-только в детстве... А, ты про тот фонтан, где говном все позвело, да? Да-да-да, я про это спонтанно. А у нас другой, что ли, блядь, еще какой-то был? Эх, бедный владелец фуруй, придет утром охуеет от того перформанса шоу. Блядь, вот самое обидное реально, что вот эти гаражные двери, я вот не знаю, как, типа, восстанавливать без мода. А, кстати, на видео я это не говорил. Самая-самая болезненная для меня была новость, то, что на 1.20 нету моего мода на двери. Вот самая-самая большая печальная потеря, это потеря, блядь, всех дверей, нахуй. Вот двери все сняты, потому что мод, короче, на двери, который я использовал, он охуительный был, потому что там были, во-первых, там были двери, типа, большие, там, 3 на 3 блока. Там были люки очень классные, я их для всяких подземелья и бункеров использовал. И там была гаражная дверь, которая прям по блоку собирается, и ты ее можешь сделать вообще любого размера. Вот это была самая охренительная дверь, и она была только в этом моде. Но, сука, этот мод на 1.12.2 заканчивается, выше 1.12.2 его уже нет. Не занимаюсь. Вот это, блядь, вот это самая обидная была потеря из всех модов. Типа, ну, похуй, брусчатку я, типа, сделал ее. Вот мне новая брусчатка нравится больше, чем то, что было. Вот. А вот насчет вот с дверьми реально обидно, потому что двери были очень хорошие. Надо еще, кстати, вот еще для совещания. Надо придумать вот сюда какой-нибудь памятник, ну, какой-нибудь паровоз именно в виде памятника поставить. Вот у нас постамент есть? Постойте ОВЭшку, как была, только крейтовская. Вот. Я боюсь, что... Ну, я могу построить паровоз на крейте, но он не будет похож на какой-то реально существующий. Думаешь? Ну, по крайней мере, я его не смогу построить, похожим на существующий. Я не знаю, тогда нужен специалист именно по воспроизведению реальных паровозов. Вот здесь, короче, вот мне надо придумать. Вот здесь у нас будет площадка локомотива строения. У нас, короче, два пути именно предназначенных для сборки составов. Вот один покороче, один прямо длинный, типа, для каких-нибудь прямо длинных, длинно составных поездов. Я его хочу продлить на длину всего ангара. И, соответственно, вот до конца ангара будет вот эта площадка огромная доходить. Кстати, смотри, это самое Джексон. Тут еще и Дани на даче сохранилось, короче, на заднем дворе ДПА. Ну, это не удача, я там пытался, типа, декоративные домики для карты сделать. Ну, да. Вот это мне интересно, типа, это он делал или это... Я помню, ты где-то делал сарай, и из него вход в бункер, типа, замаскированный. Вот, я не помню, я не нашел, где это было. Или мы его прямо засыпались, замуровали. Я помню, что Дани, это как его, блядь, символику и банного коммунизма везде распространял. А, я его ликвидировал. Ну, не, а я говорю, вот бункер. Мне интересно, что вот это просто было. Сыр, от этого просто зонтик, блядь, грибочек остался. Терпенечка. Просто, блядь, короче, гриб из крыши, блядь. Я это, я это самое, я это даже, я не знаю, можно это, в принципе, оставить. Пока для заднего двора ДПА никакой идеи нету, можно прямо так и оставить его. Можно попробовать восстановить, говорю, из дерева, допустим. Так, а я не знаю даже, что это было. А так, это самое, пускай тоже в качестве какого-нибудь этого монумента. Почему бы и да. Из белого кирпича. У тебя там, получается, почти ВРЗ будет, да? Ну, получается, да, видишь, я говорю, в оригинале просто как бы здесь только ДПО обслуживание было, а теперь у нас вот, типа, здесь, я не знаю, можно будет кран декоративный какой-нибудь поставить. Или у меня еще идея, вот с крейтом же можно сделать ездивающий кран. Вот, то есть можно вообще там... Я, кстати говоря, пытался его сделать, но это очень-очень трудно. Я смотрел, у меня сохранен в избранном видос, как сделать вот такой вот, типа, потолочный кран рабочий. Вот это я прямо по видосу его... Кран балка. Вот. Ну, потолочный кран звучит прикольно, кстати, именно как термин. Вот я думаю, я вот здесь восстановлю потолочный кран, и я его сделаю прямо именно вот по видосу его воспроизведу, чтобы он рабочий был. Вот. А здесь именно этот самый, Джексон, твой выход, как называется, который, ну, на землю опирается, но тоже как балка. Козловой. Козловой экран, да. Вот, а вот здесь надо козловой сделать, и вот я, вот, типа, может, я его тоже ездящим сделать, смогу. Ну, знаешь, еще, можешь сделать, короче говоря, специальный кран, который мог бы с куском рельса, короче, поднимать. И чисто локомотивы поднимать. А это нахуя нужно? Ну, чисто вполне, я напомню. Не, у меня была идея, что, ну, типа, для чего вообще я сборочные площадки вообще, в принципе, придумал, что вот суть в том, что можно собрать корпус именно отдельно, не на рельсах. И, ну, либо у тебя он в качестве шаблона будет, ты можешь подлететь, подсмотреть, либо ты его можешь в урт-эдитом полностью скопировать и на тележке поставить. А на самом деле, кстати говоря, ну, если функциональный, ну, если поебаться с клеем и функциональностью крана, то можно реально собирать корпус на площадке, потом краном его поднимать и ставить на тележке. То есть, в принципе, я не знаю, там, ну, в реальной жизни это слишком заебно как-то будет, но, типа, на видос, например, можно как-нибудь так сделать один раз или несколько. Ну, короче, типа, можно делать сценарий, то, что, типа, допустим, ты там взял локомотиву, повешал. Ну, то есть, можно будет реально локомотивостроение отыгрывать, да. Поэтому вот я заинтересован в том, чтобы рабочий экран сделать. Так, давай, да, давай здесь в ангаре тоже рельсы положим. Ладно, я уже рельсы сам положу. А, вот это, кстати, хорошая идея. Вот это... Блин, а у тебя, знаешь, у тебя, типа, прямо это, мелкая детализация какая-то идет, типа, вот я о таких вещах просто, типа, я бы о них даже и не подумал. А как ты думаешь, может нам в ремонтных комплексах сделать нам путят смотровые ямы? А, кстати, а эти рельсы же, они не ломаются, если под ними блок убрать. Не, смотри, в отстойнике, в отстойнике... Я думаю, смотри, не, в отстойнике, в отстойнике не надо, в отстойнике оставь, потому что здесь они просто... А хотя на этом вот крайнем пути, может им... Не, не, надо вот в том, в ремонтном цеху сделать. Не, смотри, подожди, а так, а можно, можно пойти дальше, можно... А ты это как сделал, блядь? Я не просто полублоку кликнул. Подожди, как ты это сделал? Берешь полублок и кликаешь по пути, и получается вот такой вот переезд. Подожди. Какая разбит шаблона произошла? Подожди, сейчас она обдумает все это? Так нет, блядь, я же пытался так... Подожди. Так а я же пытался так сделать, а почему у меня оно такого не было? Что-то сломалось. А, нихуя себе, оно еще и так можно. Блядь, так вообще... Ну это просто полублоком, полублоком. Так я полублоком и пробовал тыкать. У меня что-то... Ну я, видимо, не так тыкал, или наоборот, я рельсы поверх него... Зари, давай, короче, смотри. Вот так, вот здесь в отстойнике делаем вот так. Смотровую яму сделаем в ремонтном цеху. И переезды мне тогда надо переделать. Так, а девочка? Какие, Колян? О, девочка. О, шкафная девочка. Да, короче, это самое, для зрителей, короче, надо вставить этот момент, что, типа, у нас, короче, соревнования, кто быстрее, это самое, построится, Алексей свой вагон или я свой тепловоз? Причем я, Алексей, еще фору давал, я немножко позже начал, чем он. Как тебе перегородочка для этого? Неразборчиво, что ты про эту перегородочку говоришь? То, что, вот, калька на тебе. Нормально? Какая? Вот эта вот тонкая, которой я пользуюсь? Нет, вот, которая у меня, вот. Вот я, Алексей. Ебать. Это что у тебя тут за такая... Это поручни, типа, ты так, иметь, такие, блядь? Ты не понимаешь, это вип-места для зайцев. Это для Халка, блядь, поручни какие-то, нахуй. Это что за великан? Он за эти поручни, блядь, человек, для которого эти поручни, он просто вагон, блядь, за них приподнять, блядь, руками может. Я тебе говорю, ты вип-места для зайцев. Короче, чуть-чуть подниже. Подожди, стой, дай я тебе, короче, попробую, смотри, может быть, тебе подойдет вот такая херня? Во, смотри, я на задней стенке сделал, смотри. Во. А. Ты от моих поручни... Так не... Настолько, настолько не захотел мои поручни видеть, что из игры просто вылетел. Бля, пацаны, а вы знаете, что я могу сделать? Я же буду... Здесь же это все... Панели будут закрыты. Я могу сделать... Я могу сделать паркетный пол в кабине. Во. Аж от сердца отликло. Подожди, Колян, можно я скажу вот эту фразу? Так как ты любишь свой паркет? Не, а что, прикольно. Ну, так же, как и двери. Не, 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 я думаю, типа, сделать или хуйня будет? Давай, реально, типа, это самое, типа, колхоз. Пускай реально в кабине деревянный пол будет. Чего тут понастроили уже? А вот мы как раз это самое, вон, Илья вагон строит, а я тепловоз. Но вагон не поедет, скорее всего, потому что он слишком длинный, он тупо в кривые у нас не войдет. Он не длинный, он не шармахи, он и сам длинный. Вон, я его позвал жирным. Я его длинным назвал, не надо. Пополам испели. Сейчас он заход двигает. К каждому месту. Делай так, как делают круизными лайнерами. Берешь, режешь в двух местах и укорачиваешь. Да. Ой, блядь, нет, это перебор, значит, вот у нас дизелек будет. Так, ну вот эту штуку, я все равно, вот эту штуку, она как бы не работает, но я ее все равно ставлю, просто чтобы, как бы, ну, место в машинном, типа, заполнить. Хотя давай даже, наверное, раз она все равно не дует, можно поставить ее вот здесь, а тут место оставить под что-нибудь. не знаю, придумать. Высыпай много сахара, вот это, блядь, ответ на твой вопрос, собственно. Это просто реально, это, это, это ответ на вопрос, который ты задал. Чисто, я еще, типа, я не совсем понял вообще, о чем речь, и такой, типа, это самое, просто вот это, пытаюсь понять контекст, пытаюсь понять суть вопроса, вообще историю и проблему, и тут такое, не насыпай много сахара. Я вообще, что-то как не пил, сделай в ардиент. А теперь, правда, вопрос, я передачу, как сделать окно в сразе, но при этом всем, чтобы человека, который там находился, не видели. А, смотри, это самое, березовое окно есть, оно, типа, вот, как в реальной жизни, белым, типа, вот, ну, замазано. Понял. Это какой-то гибрид, знаешь, темпки с, эм. Это, короче, я, это, короче, я вдохновлялся этим самым, ТМ-5. Ой, ТЭ-5. Что-то хуйня какая-то. Я просто смотрю на этот, я просто смотрю на этот капот, и какая-то хуйня получается подожди коля у меня вот вопрос если у меня вот такой длины спальный вагон как он должен заходить поворот такая тебе блять про это же говорил человек вам все это сказали то что вы надо разрезать про то как чувачок прекрасно смотри какие иллюминаторы тут можно сделать вот это прикольно под короче пускай и самым пускай иллюминаторы вот такие вот будут вот так вот с уже мне нравится мой новый тепловоз здесь здесь у меня нет а как она работает магии факел сцепляется магии сцепку будем считать так на магнитах типа лего там там тросик там тросик отрисовывается какой-то между вагонами просто лишь вот у этого мода проблема ты не можешь сцепляться и расцеплять вагоны ты ему ты сразу делаешь целый готовый состав поэтому на самом деле то что я делаю тепловоз илья вагон это на самом деле довольно бессмысленно а кстати подожди я его еще могу что сделать но еще какая штука но ты ты вот своей отрыжкой прямо четко описал как она выглядит параша что-то тут немножко с масштабом мне кажется косякнули просто мне кажется для паровоза на не а даже для паровоза на большое слишком хуйня так значит вот здесь сцепка и вот тут сверху чтобы неинтересно кстати у нас поводу габарита давай сразу посмотрим вот стальки стальки метровый вагон вот сейчас может я смешно это он сможет я тебе говорю он не зайдет в поворот я тебе говорю вот я твой вагон поэтому в качестве ну я уже на основании его просто буду да короче у нас тепловоз будет в потолок упираться так что надо будет еще потолки это сану на въездах на въездах в ангар и надо будет потолки это самое поправить а кто-то говорил что лишний блок сверху не вылет товарищ когда я говорил что лишний блок сверху я не понял о чем речь так и блока и хватило бы а тебя в 4 что в 4 тепловоз вы высокий и по тепловоз это по сравнению с дрезиной а потому что это самое вагоны пассажирские им реально два блока в высоту мало а тепловоз я в этот раз сделал выше чтобы он не смотрелся карликом на фоне вагонов так тепловоз готов так ну чё куда 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 на нем поедем так смотри у тебя я это я знаешь я типа я говорил что кто быстрее соберет я забыл упомянуть что вагон то у нас типа стоит просто именно как на постаменте то есть но чисто корпусом он не поедет в любом мы в моего и не попытаемся с ним поехать потому что во первых я его прицепить не смогу а во вторых он у нас не на ну не на колесах строится вот поэтому ребята я строить тепловозы с этим модом только потому что я не знаю что это за хуйня у меня получается но возможно это паровоз все блять здесь двери в качестве стены здесь хуйня торчит здесь у меня тоже почему-то хуйня торчит с колесами тут полная я хотел просто что-то придумать интересное задействовать все варианты колес и получается короче вот такая хуета суши но на самом деле у меня даже есть подозрение что это не хуета вот я тоже об этом думаю что вроде даже не себе паровоз получился причем смотри-ка тут еще короче прикольный такой эффект у него еще колокольчик типа помигивает цветом прожектора мне только непонятно как прикольный прожектора не включается все равно вполне себе слушай а ты еще вентиль добавь на потел если ты добавь вот иди и вентиль а вот где мне его найти ты знаешь ты можешь мне его а во я я нашел 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 меню во вообще заебись я думаю вот такой вот херню типа сделать о давай сделаем ее с золотой окантовочкой спереди так ну ладно только вот так ну по-моему вполне себе неплохо неплохо реально спасибо что но вот вот и